24 ноября в республике возобновилась учеба в начальных классах. После длительного карантина Завская средняя школа приняла около 100 детей. Утром медсестра проводит термометрию, руки обрабатываются дезинфицирующими средствами. Соблюдение санитарных норм – обязательное условие возобновления учебного процесса. Педагоги уроки проводят в медицинских масках. Как рассказывает учительница начальных классов Розацхавребова, при дистанционном обучении всегда были непредвиденные ситуации. Такой формат, по мнению учителя, неудобен для начальной школы, так как детям приходится заниматься с помощью родителей. А иногда и вовсе из-за сбоев в интернете не бывает возможности приступить к онлайн-занятиям. Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, и дети снова сели за парты после долгого вынужденного перерыва. Мы сцелли, что мы не заставили, что мы не заставили. Мы все пустимую, мы не заставили. Мы заставили телефон, мы сделали это просто. Мы два года знаком, и остановили в 겼ей. И я по-есятому, воспоминался в веке и диапазоне. По расписанию в первом классе сегодня три основных предмета. Дети после вынужденных каникул имеют большое желание учиться. По списку в классе 20 учеников, из них трое отсутствуют. Болеют обычным сезонным гриппом, но и они наряду с другими осваивают учебный материал в дистанционной форме. Чтобы дети проводили меньше времени в школе, задания по изобразительному искусству и проектной деятельности, которые не требуют особого объяснения, они выполняют дома. Во время живого общения с учителем материал усваивается намного легче, отмечают ученики третьего класса. В классе 25 учеников. Дети сидят, как обычно, по двое за партой. Гарантин. Я приехал из Дагестана, я учусь туда с первого класса. Задание мы отправляли, снимали его на видео и отправляли учительнице. За время дистанционного обучения дети отвыкли от классно-урочной системы, говорит преподаватель начальных классов Нелли Цхавребова. На дистанционном обучении учащиеся хуже усваивают материал. Нередко приходится повторно его закреплять. Но учителя выразили надежду, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется и все уроки всегда будут проходить традиционно. Время съемок нашего репортажа занятия в Дзавской школе-интернате закончились. Директор рассказала, что все дети начальных классов вернулись на учебу и уроки проходят в традиционной форме. Сотрудники школ в обязательном порядке носят маски, которые позволяют предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Учителям разрешено снимать маски при соблюдении социальной дистанции.